Хочу добавить по этому вопросу, исходя из своего опыта, теперь уже я говорю, как раз я не философ, я практик, мне кажется так, вот, касаясь молодежной среды, если у вас есть грех, который вы победить не можете, девчонка или мальчишка, разницы нету, мой опыт стал работать, когда я стал обращать внимание на то, что Библия учит, что дети должны быть под властью родителей, и родители являются в первую очередь священниками, в данном случае об отце я говорю, для своей семьи. Как раз я почти уверен 100%, тот грех, который не может кто-то победить, он не открыт отцу, не было разговора с отцом. Несмотря на то, что отец несовершенный, и как священник, и как отец, один из последних моментов, который я стал практиковать, когда ребята подходят, вот надо поговорить, исповедоваться и так далее, я сказал, не принимаю, отец есть, да, христианин, да, окей, и я ему говорю, вот я как раз улетал, там мы имели встречу, я говорю, если ты действительно подошел как к врачу ко мне, я тебе советую принципиально, значит, ты должен сегодня вечером прийти к отцу, несмотря на его настроение, несмотря на твое настроение, сказать, отец, надо поговорить. Я мучаюсь так, и так, и так. И завтра позвонишь мне, я улетал с того штата, и скажешь результат. На завтра он звонил мне, и по голосу я понял, что все изменилось в жизни, и в его жизни. Отец принял его, хотя он говорит, конечно, мне страшно было, и я боялся, что отвергнет меня отец, хотя я такой опыт один раз слышал, что он говорит, вы дали такой совет, чтобы пойти к отцу и рассказать все, я больше никогда в жизни ни о чем отцу не расскажу. Один такой опыт я знаю, я слышал такое. Бывает, не могу отвергать, так же, как и пасторы бывают разные, и кто-то, может быть, и предать какую-то тайну даже исповедания, и такое бывает в жизни. Вот, тем не менее, это испытано, что если вы открываетесь родителю, и пойдете искренне, честно искать решение своей проблемы, как правило, вы ее найдете. Лучше, чем кто печься о вас будет каждодневно, каждочасно, лучше родителя, отца или матери, не ту. Пастор может с вами раз в неделю встретиться, спросить, как дела среди общей массы паствы, но как отец будет спрашивать, ты делал это, ты смотрел, ты туда ходил, ты почему это делаешь, постоянно, ежечасно, можно сказать, ежевечерне, вы знаете, я несколько случаев, я просто пережил, вау, это что-то, это что-то потрясающее. Работает на все сто. Поэтому мой совет вам, если вы молодой человек, боретесь в грехах, которые не можете оставить, попробуйте решить проблему, в первую очередь, открыто с родителями. Хорошо, вопрос к брату Александру. Что делать, если устав церкви ставят на один уровень с Евангелием, или членов церкви начинают судить по уставу, а не по Евангелию? Выкинуть устав, да и все. Ха-ха. Вот церковь Пелегриф, вы знаете, да? Как раз сейчас братья там говорят, Александр, где наш устав церковный, надо его обновить. Я стал искать этот устав. Нашел у себя в архивах. Вот 18 лет мы отпраздновали при церкви. И, к счастью, ни одного раза за 18 лет к уставу мы не обратились. Это, конечно, не пример для подражания, но просто у нас есть устав, вот он, Слово Божие. Выше этого устава нет ничего, здесь написано все. Я знаю, что при болезненном положении иногда бывает, людям не хватает Библии, они друг другу пишут уставы, и потом друг друга этими уставами бьют. Я думаю, это какой-то плотской подход. Вот. И я лично сторонник подхода больше вот по Слову Божию в молитве. Если какой-то вопрос не разрешается, вы все равно друг другу не докажете, если будете пальчиком тыкать в церковный устав. Может быть, нам вместе помолиться, попаститься, побеседовать, открыть Слово Божие, встать на колени. Я думаю, разрешаются так все конфликты в любви. Вот. Но я не против церковных уставов. Где-то в архиве они должны быть, наверное, на черный день. Если что-то уж такое случится. Ну, я просто из практики. В нашей церкви мы за 18 лет уставом не пользуемся ни одного раза. Ну, вы, наверное, исключение. Не знаю, счастливы или нет. Хорошо. Следующий вопрос к Вилле. Такой, я думаю, серьезный вопрос. Если я согрешил в прошлом, покаялся, должен ли я сказать об этом будущей супругу супруги? Я так понимаю, здесь не написано, но речь идет о, может быть, каком-то серьезном грехе, может быть, даже и блуд. Лично из нашего опыта и тому, что мы практикуем, мы советуем, это не обязательно, но мы советуем не иметь даже бывшей греховной тайны друг перед другом. Почему? Потому что грех имеет определенные последствия. Определенные грехи имеют последствия физиологические, есть душевные последствия, есть эмоциональные последствия. И другая сторона должна знать, на что она соглашается. Поэтому мы всем советуем не одной греховной тайны. И добрачная консультация у нас и заключается в том, чтобы и он, и она открылись, что касается греха и жизни всей. Мы верим, что только два очищенных, это значит от греха, и только два исцеленных, это значит от боли эмоциональной, то есть греха другого человека, только эти два сердца могут соединиться. Если есть тайна или есть боль, неразрешенная в сердце, эти люди достичь единения, мы говорим, духовно-эмоциональной близости в браке, не могут. Поэтому решайте сами, хотите вы открываться или нет. Но мы советуем всем это сделать. Хорошо. Хорошо. И следующий вопрос тогда, наверное, вам, брат Петр. Молитва и пост. Что это за процесс? Я так понимаю, просто хотят, чтобы, может быть, краткую информацию дали. Какая от этого польза и актуальность этого сегодня? Молитва и пост. Пост. Я думаю, можно даже больше ударение на пост сделать. О молитве много, наверное, знают. Ну, наверное, один из текстов центральных. Пост. Вот пост, который я избрал. Там есть очень хорошая цитата у пророка. 58 глава Исаия, по-моему. И там говорит, разреши, кузы, отпусти. И получается, когда человек, когда я понимаю так, что пост, он предназначен для того, что когда человек чего-то хочет, в том числе говорили о том, чтобы преодолеть грех, один из путей – это молиться, но просто говорит, я не могу победить. Ну, а что конкретно сделал, чтобы победить? Так вот, пост предполагает, когда человек отказывается прежде всего от того, что ему нравится, что ему нравится – это пища. То есть он чего-то хочет у Господа, и он готов на определенные лишения. В данном случае они выращаются в материальном мире, когда у него есть чувство голода, он может преодолеть, Господи, я ради того, чтобы получить это, я хочу действительно, я готов пойти на жертву, я преодолею голод, но при этом есть духовные вопросы, у которых я готов отпустить, я готов простить, я готов незаметен, я готов пойти. То есть человек делает все, что он может. И когда человек делает, что он может, тогда у него есть, как бы сказать, есть свобода с Господом разговаривать. Когда человек не может победить, например, грех, и при этом ничего не делает, только спрашивает, должен пойти на определенные жертвы. Человек, который борется, например, с грехом, он должен, по крайней мере, сделать то, что он может. Сейчас, ну, например, если человек хочет, ну, похудеть, допустим. Если холодильник забитый едой, и это рядом, он не сможет этого сделать. Он может оказаться в ситуации, где будет ему труднее делать то, что ему нравится. Есть другие вопросы, которым нужно удалить от себя источник, если есть какое-то место, которое искушает. Ну, вот, в частности, у нас недавно был такой случай, когда молодой человек, жена пожаловалась на него, и, ну, вот не может она наркотиков отстать. На условия поставим. Ну, что ты можешь, например? Первое, значит, ты можешь на машине не ездить сам, чтобы тебя только машина, только жена водила. Свои права ты можешь отдачь, чтобы жена спрятала. Дальше. Мобильный телефон. Ты можешь выбросить, чтобы друзья тебе не звонили, несколько месяцев. Ты можешь ходить в магазин только тех магазинов, которые тебя искушают, только с женой. И многие вещи, которые мы ему поставили, обязательным образом. Так вот, пост – это одна из форм, если проще сказать, когда человек идет на определенные жертвы перед Господом, отказывается, то есть он делает шаг, «Господи, я могу, я делаю то, что я могу». Вот это один из, мое такое простое объяснение. Хорошо. Ну, теперь тогда мы на второй круг сейчас пошли. Я думаю, вопросов мы сейчас коснемся более таких молодежных, связанных с браком, отношениями и так далее. Брат Игорь, вам вопрос… Хорошо, вот он, легкий вопрос. Можно ли жениться или выходить… Ну, я буду так бы обобщать, чтобы не был полуизвестен… На чернокожих. Как глубоко вы упали. Верующему все возможно. Значит, мой совет, сколько я работал среди молодежи, я не рекомендовал никогда жениться ни на чернокожих, даже на американцах. Простой практически совет. Я сказал, я практик, так же, как с пятидесятниками. Просто в нации вы будете иметь разность. Это очень трудно. Нужно запланировать в браке. Мы, когда идем в брак, планируем как можно больше единства, а не как можно больше разности. Это так же, я говорю, как о пятидесятниках задают вопрос. Я говорю, вы сразу планируете, что вы молиться вместе не будете. Вы готовы на это пойти? Потому что они на языках будут молиться, кто с пятидесятников. А ты не понимаешь, ты будешь убегать от этой молитвы. Ты готов запланировать брачную жизнь с таким человеком, где вы молиться не можете вместе. Так же и здесь. Я заметил в американской нации, в частности, один из вопросов, который на мое наблюдение. Большинство из них, даже христиане, вот у них мышление о браке совсем другое. Такой верности. Я говорю, большинство, не у всех, чтобы не придрались словам. У них не заложено такой верности, вот как у нас, у русских, пока, по крайней мере, заложено до смерти. Это в нации у них уже это идет. И поэтому я смотрю, думаю, не рискуешь ли ты, выходя за американца и даже за верующего. Например, простой вопрос, опять тоже, в отношении выпивки. Большинство американцев и верующих, они свободны в этом отношении. Хочешь ли ты, сестра, иметь мужа выпивающего? И впоследствии можешь быть спившимся, скажем так, или наоборот. И так далее. То есть есть вопросы, которые разные в культуре уже заложены. В этом смысле я не советую. Это не грех, это никто не скажет, на мой взгляд, я не говорю, что это в глазах Бога какое-то преступление. А в практике я бы не посоветовал. Чем больше единства заранее заложено, ищите такого и думайте о таком, молитесь о таком. Вот мой такой ответ. Хорошо, тогда вам будет следующий вопрос. Многие вопросы по-английски я просто буду переводить, чтобы понятнее было. Насколько далеко можно заходить, когда мы встречаемся, до свадьбы имеется в виду, дальше написано поцелуй и так далее. Но святость сохранять всегда нужно. Дело в том, что на сегодняшний день культура, в которой живет наша молодежь, в которой вы живете, она как бы все позволяет. Но если мы будем ориентироваться по культуре, мы тогда не можем ориентироваться по священному писанию. Священное писание призывает верующих людей хранить чистоту, верность и святость, в том числе во взаимоотношениях. Я не считаю, что поцелуи до брака являются грехом, но мысли, которые вызывают поцелуи, они точно являются грехом. Поэтому, если брать во внимание на горную проповедь Иисуса Христа, мы ее просто не можем брать во внимание, где Христос говорит, что прелюбодеянием являются порочные мысли, когда мужчина или женщина позволяют себе порочно мыслить друг о друге, это уже является прелюбодеянием, тогда тем более само действие. Второй момент, почему я думаю и уверен, что именно эта святость должна сохраняться, потому что есть определенный момент, когда мы можем себя контролировать, и парни, девушки могут себя контролировать. И когда перешагивает определенную границу, она у разных людей в разном месте находится, перешагивая эту границу, вот этот барьер, он срывается, и дальше, во всяком случае, я как служитель церкви общаюсь с молодежью и знаю, что некоторые пошли далеко не потому, что они планировали так далеко пойти, они пошли туда, потому что они перешагнули границу, после которого снежный ком, образно говоря, ушел из-под их контроля. О грехе есть одно интересное замечание, которое, думаю, что будет полезно. Многие люди думают, что с грехом можно шутить, что с ним можно пойти, и ты знаешь, где остановишься. Но о грехе говорят так, что он поведет тебя дальше, туда, куда ты не собираешься идти. Поэтому целомудрие до брака очень-очень важно, его нужно хранить. Я добавлю практический такой совет. Как далеко можно заходить? Я бы сказал, не дальше, чем вот до этой скамейки. Что я имею в виду? Писание говорит, мы дети света, мы не дети тьмы. Что вы можете делать до брака? То, что вот здесь вот можете делать. То, что вам не стыдно перед вашими родителями, то, что вам не стыдно перед вашим пресвитером, то, что вам не стыдно перед вашей церковью. Если вам это стыдно делать, и вы ищете для этого место в машине вдвоем, или где-то там вы вдвоем, то это уже слишком далеко. Если вам не стыдно это сделать вот здесь, в церкви, перед родителями, значит, это не слишком далеко. Поэтому пользуйтесь вот таким практическим примером. Мы дети света, мы не дети тьмы. Я хочу уточнить одну деталь здесь. Знаете, если бы мне сейчас вернули время, чтобы я опять был молодым, опять встречался, так вот это встречание я растянул бы и держал бы расстояние подальше. Потому что в каждом периоде есть свое удовольствие, когда вам просто приятно сидеть на одной скамейке, на определенном расстоянии. Это особое время, оно не все время будет. И те ребята, которые преодолевают это расстояние слишком быстро, они не получат благословения просто быть хорошими друзьями. Когда просто приятно быть в одной комнате. Это одна часть. То есть не старайтесь снять с другого этажа то, что еще не ваше. В каждом периоде жизни есть свое удовольствие, свое счастье, свое благословение. Это с одной стороны. А насчет этого расстояния, возьмите британскую энциклопедию и прочитайте, что такое поцелуй, как ученые определяют. Там расписано подробно. Организм перестраивается. Системы организма включаются. Вы бы подробно расписано, что именно включается. Что происходит с организмом? Организм приходит в полную боевую готовность к чему-то. Вы почитайте подробно. И тогда задайте себе вопрос. Хочу ли я этот механизм заводить? То есть Бог так устроил. И говорит, а думаю ли я, я собираюсь выходить замуж, я собираюсь жениться. Если я не собираюсь этого делать, зачем я эту машину завожу, а потом останавливаю, завожу и останавливаю. Даже просто с машиной, просто заводить и останавливаю. Аккумулятор сядет. Это очень важный момент. Это не просто поцелуй. Организм так устроен, что очень много систем внутри организма, они настраиваются определенным образом. Я не имел в виду это. Совершенно не важно, что вы имеете в виду. Когда эта граница переступается, если вы действительно решили жениться, выходить замуж, действуйте определенным образом, как должно. Вступайте в брачную жизнь, создавайте семью. Но если вы не это имеете в виду, а просто заводить и выключать, грех это. Вот и все. Хорошо, следующий вопрос. Вопрос очень серьезный. Может быть, даже кто его написал, я думаю, будет полезно, чтобы все-таки потом встретились с кем-то из пресвятеров даже в вашей церкви. Андрей, этот вопрос будет тебе. Мой жених, невеста, то есть я перевожу с английского, исповедовался, что он страдал таким грехом, я пытаюсь подобрать к этому слово, такое благозвучное, когда человек удовлетворяет сам себя и сказал, что он покаялся в этом грехе, был прощен. Но вот совсем недавно это произошло и до свадьбы не так долго времени. Что делать? Я думаю, тут обязательно нужна консультация, пойти к пастору. Пойти к пастору, вам, если это девушка, если это парень, поговорить. Потому что этот грех, о котором идет речь, это своего рода зависимость тоже. И поэтому есть примеры, что от этой зависимости трудно освободиться и в браке. И поэтому в этой ситуации мы можем полагаться только на то, что Бог может изменить человека, потому что это грех, и как всякий другой грех, Бог может изменить человека и дать ему свободу. Но в этой ситуации вам нужно очень аккуратно подойти к вопросу, может быть даже, как мы говорили сегодня, есть какие-то тайны этого человека, к которому он был погружен, в котором он действительно имеет эту зависимость и не может вырваться, и он открыл только часть этой тайны, и все вскроется после, когда брак уже будет. Поэтому я думаю, нужна обязательно хорошая беседа, хорошее консультирование перед браком, пойти к пресс-фитеру. Если это открыто, то это должно быть открыто не только между вами, для того, чтобы увидеть, потому что во всех ситуациях есть много разных деталей. И поэтому нужна беседа, для того, чтобы увидеть и принять какое-то решение. Хорошо. Брат Александр, вопрос следующий к вам. Это нормально жениться и жить с родителями? Серьезный вопрос. Well, I have nine kids. Нежелательно. Я думаю, что можно в случае крайней необходимости, если критическая ситуация в семье, потерял работу, пока найдет следующее, пока смогу снять рент. Но вообще-то так Господь сделал, что человек оставит отца и мать, я добавляю в покое, наконец-то. Мы радуемся этому событию, когда такое случается. Вот. И начнет жить самостоятельной жизнью. Тогда в семье начинает создаваться свой микроклимат, свои правила, свои какие-то установления. Когда живут вместе, там диктует, бывает маменька, папенька, и знаете, как это бывает. Поэтому лучше жить отдельно. Окей? С родителями, если приходится, то на короткое время, пока вы сможете снять рент, там, встать на ноги. Окей? Вот так Бог запланировал. Да, отлично. Даже если хочешь покричать на жену, когда живешь с родителями, и не покричишь, представляете? Маменька сразу защитится. А что надо? А как не надо? Здрасте. На место поставить. Помнишь про кобылу? Когда он говорит, сейчас пристрелю, она упала, и все, и... Или если жена захочет покричать, тоже не сможет. Шепотом будут кричать. Мое наблюдение, я бы советовал, как бы продолжая мысль Александра, на самом деле, бывают трудные ситуации, можно вернуться, но для установления семьи, хотя бы первый год, живите отдельно. Как бы трудно ни было, рент, тяните, но живите отдельно. Вы друг к другу хоть приспособитесь, поймете друг друга без лишнего влияния. Поэтому мой тоже совет такой же, отдельно, это лучше всего, хотя бы какое-то время. Хорошо, следующий вопрос. Вам правильно ли всегда говорить правду, зная, что эта правда разрушит отношения между людьми? Да. По порядку будем идти вот так вот. Если это в браке, то я не верю, чтобы правда разрушала семью. Почему? Я верю, что благодать намного сильнее всего остального. Я лично верю в прощение любых грехов. У нас были случаи, она сделала там аборт, она ему не сказала об этом. И когда он вышел из комнаты, где мы беседовали, она мне на ухо, а надо ему говорить. Я говорю, а что же вы четыре дня молчали? Боюсь. Я говорю, ну, конечно, нужно. Он не простит. Я говорю, я вас уверяю, что простит. Не бойтесь, это ложный стыд, ложный страх. Она открывается, а он боялся ей в другом открыться. И он открывается. И оба друг друга прощаются. Если это касается брачной жизни, я верю в прощение любого греха. Окей? Хорошо. Но тут есть моменты практические, когда правду, может быть, и не стоит говорить. Но представьте себе, жена борщ приготовила и пересолила. Я сел, попробовал, у меня какая правда? Ты борщ пересолила. Мне нужно эту правду говорить? Нет, конечно. То есть есть правда, это и правда. Но на самом деле не всегда нужно говорить эту правду. И ты думаешь, действительно, если скажешь эту правду, отношения испортятся. Да лучше проглоти и правду, и борщ этот. И тогда будет все. Я хочу, если можно, продолжить буквально размышления по поводу правды. Согласен, что есть правда, которая оскорбляет других людей. Но у верующих людей, насколько я понимаю, мы должны быть объективными в том, что мы говорим. К тому, что не обязательно все говорить, вот как брат сказал, не обязательно говорить все, что нужно. Но есть четыре вещи, на мой взгляд, которые заставляют верующего человека говорить правду. Первое, то, что наш Бог — это Бог правды. Второе, то, что Иисус Христос является истинной правдой. Третье, Дух Святой является духом истины правды. И четвертое, Слово Божье является истинной правдой. Эти четыре вещи, они должны побуждать верующего человека быть насколько возможно искренним, прозрачным и освещать абсолютно все с этой точки зрения. Я знаю, что некоторые люди из верующих прикрываются тем, что написано, что всякая неправда есть грех, но не к смерти, поэтому можно сказать неправду. Но с борщом неизвестно. Не о борще речь идет, с борщом нормально. Еще один из видов неправды, который очень часто используется в том числе всеми людьми, но в частности христианами, тогда, когда подтасовываются праведные факты или правдивые факты, но подтасовываются и выдаются в определенной информации, которая в конечном итоге является уже неправедной. То есть это тоже неправда. Хорошо, брат Петр. Я хочу деталь добавить. Здесь очень важно. Есть такие, здесь нужна мудрость. Когда что? Есть такие правдолюбцы, которые своей правдой делают много беды, прикрываясь тем, что правду нужно сказать. И даже сейчас вот служители сказали, что правду всегда надо говорить. Нужна мудрость. Когда мы говорим правду какую-то, мы имеем в виду факт, так было или так не было, видел или не видел. Но там возникает следующий вопрос. Я буду говорить ему, ей, им. Почему я буду говорить? Какие мотивы? Если мотивы открытия правды нечистые, эта правда не принесет никому пользы. Если ее надо говорить, то нужно иметь откровение от Бога, быть убежденной, что мотивы мои чистые. Я сделал все необходимое. Видите, вот если человек, например, все видите человека, согрешающего грехом не к смерти. Есть такие, молись за него. Не надо ему никому говорить, ему не говорить. Начинай молиться о нем. Переживай о нем. Просто сказать, что я думаю и что я видел, это легче всего. Но вложить в человека пост, молитва, переживание. Кроме того, когда правда говорится, нужна форма подачи уважительная. Помните, когда Христос встречался с самарянкой? Он ей говорит, пойди, позови своего мужа и приходи. А он что, не знал? Он бы сказал, ну, что ты вот такая, такая, нашел бы слова в той культуре, которая значена. Он говорит, пойди, мужа своего позови. Он ей ничего не говорит, хотя знает правду. Она говорит, да нет у меня мужа. И обратите внимание, как Христос говорит правду. Ты правду сказала. У тебя было пять мужей. И тот, который сейчас с тобою, блудник, так он не сказал. И то же, что сейчас тот, который сейчас с тобою, не муж тебе, он сказал ей правду. Но сказал правду так, чтобы помог женщине сохранить лицо и не оттолкнуть ее. Эта часть очень важна. Есть такие правдолюбцы, они обычно правду любят за других. И они всем рассказывают, и людям говорят, они чувствуют, что это миссия от Бога. Это не всегда так. Вспоминаю грехи юности моей. Был я молодым пастором, и одночленское собрание провел, и Бог-свидетель всю правду говорил. И получилось, ну, как сказать, шум, гам на собрании и такое. И у меня друг был, американец, вот за таких надо замуж выходить. Хороший. И я с ним поделился этой ситуацией, да, даже если американец, есть хорошие, правильные. Вот. Я с ним поделился, и он был мудрый человек, на самом деле, как бы, часть моей жизни наставником. и он мне один вопрос задал об этой ситуации. Игорь, я вот вижу ситуацию, ты все правильно сказал, правду сказал. И он мне задает вопрос, скажи мне, это мудро было? И у меня сразу ответ, нет. Как с неба упал, нет. Раз пыль и раздор получился, нет, и все. Это мудро было в той ситуации, нет. Хорошо, мы переходим к другому вопросу. Вам будет, брат Петр, я постараюсь два в одном объединить. Первое, грех употреблять алкоголь, потому что написано не упивайтесь. И другой вопрос, тоже ответьте на него, пожалуйста. Если мы считаем, что нельзя принимать алкоголь, почему на вечере мы используем вино, а не виноградный сок? Почему виноградный сок? То тебе не о небе проповедовать, возьми микрофон. Это насчет того, почему вы им, если так отвечаете. Это вопрос не такой простой, что на него можно так быстро ответить. Но поскольку требуется короткий ответ, я скажу, что насчет, почему хлебопреломление вино употребляют, потому что «Сие творите в мое воспоминание». Поэтому я бы сказал так, может ли человек по совести, с чистой совестью, страхом пред Богом употреблять алкоголь в воспоминание смерти Иисуса Христа? Говорит, «Сие творите в мое воспоминание». Насчет самоалкоголя есть такая фраза в Ветхом Завете «Вино глумливо, секера буйно, водка буйна, а увлекающийся ими неразумен». В Новом Завете мы можем читать в послании Ефесянам написано «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». «Не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом». Эти вещи противопоставляются друг другу. Человек в языческом мире для того, чтобы войти в определенное состояние духом, люди принимали наркотики, принимали алкоголь. Новый Завет говорит, «Нам не нужны искусственные такое состояние, когда человек приближается к Богу. Исполняйтесь духом». И там конкретно сказали, «Поява, спивая, благодаря, благодаря всегда из-за всего». Вот это, вот исполняйтесь духом, у вас есть другой способ, как приближаться к Богу. Насчет самого алкоголя, что когда не упиваете вином, у которого бывает распутство, если вы возьмете, внимательно изучите, есть, кстати, недавно фильм, довольно популярный, что происходит, когда мы принимаем алкоголь. Почему человеку становится легко? Вникните, что происходит. Если поставить все в стороны, все аргументы в сторону, хотя за Иоанна сказано, что он не будет пить вина и секерия и будет велик пред Богом. А если взять чисто такую житейскую, практическую сторону, как действует алкоголь? Почитайте внимательно, что такое алкоголь. Вы думали, что это такое? Есть бактерия, живое существо, которое съедает сахар, ртом она принимает, с другой стороны выходит. Вот то, что выходит, алкоголь. Серьезно? Потом, когда мы его принимаем, как алкоголь работает? Алкоголь попадает в кровь и склеивает электроциты. Эти клетки кровяные, как бублики, я не специалист медицины, но представляю. Оно их склеивает. И склеивает настолько, есть некоторые капилляры в мозгу, они проходят только одна, одна молекула туда проходит. А когда они склеены, она не может там пройти. Получается, определенная сфера мозга она впадает в голодание, она не поступает кислорода и мозг голодает. И вот как раз в зависимости, какая часть мозга заблокирована, то и с вами происходит. Если это сфера контроля, самоконтроля, человек становится буйным. Если это сфера определенного поведения морального, он становится развратным и многие другие вещи, то есть получается блокируются определенные и получается эти клетки отмирают в мозгу. Почему с похмелья человек начинает голова болеть? Потому что эти клетки выходят, жидкость надкачивается под череп и с этой жидкостью клетки мозга извините уходят в унитаз. То есть люди, которые пьют, они по сути пропивают свои мозги. И вот подумайте, разумно ли создавать искусственную радость за счет того, что вы блокируете части своего мозга и клетки эти отмирают? Это разумно? Неразумно. Вот и все. Ну тогда у меня все равно к вам follow-up question. Если все так плохо, как вы описали, то не лучше ли нам на вечере все-таки виноградный сок употреблять? Я лично не вижу никакой проблемы чисто для меня. Просто есть люди старой традиции и держатся. Я бы легко перешел на виноградный сок. Никакой проблемы нет. Нам не оговорено. Мы можем привести аргументы, что есть можно вино или сок. Я бы легко перешел на виноградный сок. я не вижу никакой проблемы. Просто есть любители правды, которые скажут нарушаете братья. Только это меня держит. А я не вижу никакой проблемы. Я думаю, было бы даже лучше, если мы перешли на виноградный сок. Потому что есть люди, у которых есть проблема алкоголизма. Один глоток вина пробуждает в них бывшую привычку. Я не вижу проблемы. Есть соки виноградные, которые очень близки по вкусу. И здесь не в самый химический состав. А для чего мы это делаем? Вполне мы могли обойтись виноградным соком. Хорошо. Когда я говорю об этом вопросе, тоже пришлось встречаться, больше и больше у нас захватывает. При том, что Библия не запрещает, если вы честны и решили выпивать регулярно, если вы честны, потому что мы часто нечестны в отношении последствий. Просто для себя сядьте и выпишите из Библии все последствия, которые вы будете иметь, употребляя алкоголь. Один из них, который сейчас был упомянут, от которого бывает что? Распутство. Беря стакан вина и запланировав себе каждый вечер выпить просто за столом, за ужином, скажем, вы запланировали распутство или нет? Честно. То есть вы будете распущены. Это значит, если вы молодой человек, вы будете парень, ты будешь блудить. Распутство это подразумевает одна из частей его. Ты будешь блудить, будешь буйствовать, там неважно что-то. Если ты женатый, в итоге ты запланировал развестись с женой, потому что распутство подразумевает, что ты увидишь другую девушку, женщину, которая красивее твоей жены, и ты не будешь ей верить. Это распутство подразумевает. Поэтому беря стакан вина, я говорю просто на одном только слове, а их много там, что будет, когда ты берешь алкоголь. И тогда я говорю честно себе, скажите, вы выпишите, что вы будете иметь при употреблении алкоголя, даже говоря, что вино употребляя, я вижу здесь как раз смысл, который Петр упоминает здесь, он совершенно другой подход имеет. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Смотрите, интересно, мне кажется, этот смысл исцеляет от всякого действия вина, потому что смысл идет другой совсем. Не концентрация на вольном образе жизни, а концентрация на размышлении. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Поэтому я думаю, здесь разница есть, я просто вижу, что вот даже простая вещь, вот мы сейчас встречаемся, вопрос встает чашечки, да, как у американцев сделать для употребления на вечере, там, по-моему, в Калифорнии, в какой-то, не знаю, в вашей церкви, в какой-то уже есть, в большой церкви, по-моему, есть. Ну, неважно. Сама деталь, ну, дезинфекция, как бы, чтобы не заразиться. Вы знаете, я не верю в это. Я проповедовал в церкви своей, и я никогда не видел, чтобы даже больные люди, ну, кашель там, где-то что-то там произошло, чтобы вы с одной чаши участвовали в вине, потому что мы помолились, мы осветили, она посвящена Богу. Я никогда не видел случая заразы, передачи заразы через употребление в одной чаше. Я за то, чтобы вытереть аккуратненько, все это сделать красиво, но не знаю я такого случая. Не было такого в моей практике, чтобы заразился кто-то через участие в вечере Господней вот одной чашей в вине. Поэтому я думаю, что здесь вот особые вот эти благословения. Но не пейте. Ради Христа, умоляю вас, никак просто так ни пива, ни вина, ни тем более чего-то это к хорошему не приведет. Одна деталь. Если вы сможете, особенно в юности, жизнь настолько прекрасная в юные годы, что достаточно хорошего настроения, самочувствия без вина. Если вы сможете преодолеть это искушение до 25 лет, есть очень высокий процент, что вы никогда не будете иметь эту проблему. Вот в свое время у меня были друзья, они тянули туда, я дал себе, так сказать, слово, Господь мне, и до 25 лет я сформировался, сейчас я имею свободу над алкоголем, он просто мне не нравится на вкус, на запах, и это удовольствие иметь свободу. Если вы будете пробовать, особенно до 25 лет, статистика говорит, вы вполне возможно развьете зависимость, с которой вы будете бороться, и ваша семья будет бороться, имейте в виду это. Я хочу добавить этот вопрос, вопрос алкоголя в настоящее время становится эпидемией, трагедией в наших русских славянских церквях. Я это знаю с практики, я знаю это с бесед, и поэтому это тот же самый вопрос, и вернее, ответ может быть тот же самый, что я сказал, делайте то, что вам не стыдно вот здесь сделать. Это неправильно извращенное понимание, когда молодые люди из вас, может быть, здесь сидят, и вы знаете, как в церкви проповедуются на эту тему, как пресвитера объясняют, как они понимают это, но в то же время вы допускаете мысль, что они неправильно это делают, я по Писанию, по Писанию не запрещается, и вы тайно там, где никто не видит, покупаете пиво, покупаете вино, идете в ресторан, выпиваете чашку вина, делаете это тайно, скрыто, и в этом проблема. Если вы не видите, что здесь грех, если вы не видите здесь какую-то проблему, у вас должна быть открытость, вы должны прийти, и вы знаете, что если вы придете к пресвитерам, что они вам скажут, и тогда вопрос, что держит вас в этой церкви, у вас внутренняя раздвоенность, у вас внутреннее противление, неприятие, и вы внутри, оправдывая себя, что вы правильно понимаете Писание, выпиваете, делаете это, и пребываете в этой церкви. Да, есть другие церкви, американские, в которых это принято, они это делают. Я как-то могу понять людей, которые в тех церквях. Я не понимаю и объявляю, считаю это грехом, когда вы пребываете в тех церквях, в которых на кафедре звучит одно, и где-то в тайной жизни вы ведете себя по-другому. Это становится проблемой, и это становится грехом в вашей жизни. Когда Андрей говорит во свете, что вот здесь можно сделать, один из последних случаев, который я услышал, рассказал, у меня гости были, они дома, и брат, он диакон, вот в одной из церквей, и жена поделилась, был случай, говорит, в нашей жизни мы попали в гости в одной церкви, пригласили их, и они были в гостях, ну, как обычно, круг там, скажем, пар, пять-семь было семей, собраны мужья и жены, и у них была выпивка на столе, и она говорит, как-то мы попали, и они все выпивали, и мне, говорит, я, говорит, мужу, слушай, говорит, ну, что ты, белая ворона, ну, как все надо, она на мужа наезжала, чтобы он выпил, вы представляете, настолько, иногда мы говорим, во свете, но черное стали называть белым, или белое черным, что ей неудобно было за мужа, что он не выпивает, о, время мы живем, братья и сестры, аллилуйя, ничего себе, да, это серьезный вопрос, не пейте, ради Христа умоляю вас. Хорошо, мы переходим к следующему вопросу, мои понимания в плане служения, карьеры, работы расходятся с желаниями родителей, возникает конфликт, не хочу жить без благословения родителей, как выйти из ситуации? Помиритесь с родителями. Я считаю, что по отношению к пятой заповеди верующие люди должны соблюдать, почитая отца твоего и мать твою. Если ваши родители верующие, постарайтесь их убедить, почему вы выбираете эту специальность или карьеру, которую вы выбираете. С другой стороны, постарайтесь узнать, почему они против вашей карьеры. К сожалению, на сегодняшний день моральные стандарты и ценности, которые есть у молодых людей, очень сильно отличаются от ценностей, которые есть у родителей. Поэтому иногда родители на самом деле не знают, что эта специальность для вас будет плохо, неправильно будет. С другой стороны, если это вы думаете, что на самом деле очень хорошее специальность, просто посоветуйтесь с другими служителями своей церкви, попробуйте с родителями поговорить. Но пятую заповедь все равно нужно соблюдать, потому что от нее долголетие, от нее благополучие. Добавлю, местом Писания мне оно как-то легло на сердце. Если вы хотите искренне построить свои взаимоотношения с родителями на примере Христа как Сына и Бога как Отца, один из этих моментов, их много в Евангелии, от Иоанна, один из них, когда он в Гесеманском саду находится, он честен перед Отцом, сегодня часто это звучало, и он говорит, «Отче, задание, которое ты даешь, очень трудное. Можно, чтобы я его не выполнял?» Помните, да? «Если возможно, да минует меня чаша себе, очень трудно». И он в слезах искренне это говорил, он делился этой своей слабостью. «Отец, я представляю это задание трудное, но в итоге к чему он приходит? Но в итоге не моя воля будет, а твоя». Это, мне кажется, очень такой момент, очень важный. Но вы знаете, там момент очень интересный. Написано в Писании, что, когда он это знал и говорил к отцу, и он знал, что ему трудно будет согласиться с волей отца, он не хлопнул дверью и не ушел от отца. А там Писание слово удивительное говорит, находясь в борении, что он делал? Прилежнее молился. То есть, он опять ворачивался как бы к отцу и говорил, «Отец, мне очень трудно, ну давай еще поговорим об этом». Что обычно происходит, когда воля родителей не совпадает с нашей? «Вы свое, я свое, я знаю, как сделать, вы не знаете». А у него не так было. Он идет к отцу и третий раз как бы говорит, «Отец, давай еще поговорим об этом, мне очень трудно выполнить твою волю. Ну, пожалуйста, я хочу тебя больше понять, твое сердце, поэтому я к тебе молюсь, я с тобой разговариваю. Открывай мне твое сердце больше, убеждай меня больше другими словами, что я должен выполнить и это правильно выполнить твою волю». Поэтому для меня это очень хороший пример от построения взаимоотношений с родителями. Это очень, очень трудно. Для Христа было очень трудно, но он пошел на это. Хорошо, следующий вопрос. Как научиться слышать голос Божий, что он мне говорит лично и как не попутать с внутренним самовнушением? Ну, я все больше и больше убеждаю, что голос Божий мы слышим только через Писание, только через правильное чтение, изучение и понимание Писания. И поэтому, если у вас есть вот эта внутренняя подребность читать Библию, читать Библию каждый день, чем больше вы читаете, тем больше вы научаетесь понимать этот голос Божий. И тем больше вы будете видеть эти способы, отключить то, что Божье, то, что ваше, человеческое, то, что вообще, может быть искушение, которое приходит к вам. Поэтому в вашем возрасте сейчас все больше и больше посвящайте этому времени. Не только чтение Библии, заучивайте стихи наизусть. Я нашей молодежи предложил сто стихов из Библии, которые каждый христианин должен знать наизусть. Дойдите до ста, выучите сто, идите на следующую сотню. Вот это будет помогать вам, когда вы читаете Библию, вы сейчас принимаете эту пищу. Когда у вас стихи из Библии наизусть в голове, тогда Господь вам помогает в любой жизненной ситуации, при споре, при беседе, при конфликте, при какой-то трудной ситуации. Господь через Слово Свое открывает вам свою волю и это говорит. Поэтому, может быть, сейчас у вас проблема, вы еще не можете точно знать волю Божию, наверное, потому что вы только где-то в самом начале пути, вы только начинаете читать Библию. Читайте дальше, больше изучайте Библию. Чем больше будете двигаться в этом направлении, тем более легко вы будете видеть, что такое воля Божия на любой вопрос в вашей жизни. Хорошо, следующий вопрос к вам. Я любил девушку последние 6 лет, дарил ей подарки, оказывал знаки внимания. Она, значит, не показывала никаких ответных знаков внимания и сказала, чтобы я остановился и не делал этого. Я постарался забыть ее, но не получалось. Я не уверен, что это означает и что мне делать. и она одна те, которые предназначены в ней или что здесь происходит. Ну, она же ему сказала, что надо сделать. Прекратить. Ответ, прекрати, да. Прекратить просто-напросто. И все. Чтобы не оказаться в тюрьме. Don't be a stalker. Потому что будете иметь проблемы. А мне вас жаль. Такая деталька хочу добавить. Дело в том, что, ребята, смотрите, здесь проблема в отчим. Девушкам нравится, когда вы оказываете внимание. Просто надо найти форму, в которой вы эту девушку не ставите в неудобное положение. Если вы давите подарки, и это подарки дорогие, вы хотите подчеркнуть свои отношения. Если она не готова к сердцам, принимая дорогой подарок, она себя связывает. Поэтому первое, правильно, не дарите дорогих подарков. Потому что они обязывают. Если она наполовину, туда-сюда, она постарается не принять подарок. Если есть намек, не дари подарки, значит, это то, что вы не должны были делать. Форма подачи этого ставит ее в неудобное положение перед родителями, перед друзьями, как угодно. Найдите другую форму, которая приемлема, добрая, которая не оскорбляет, не унижает, не ставит неудобное положение. В моей жизни, я реально пережил, в нашей молодежи был, вот где-то такой же, я был молодой, как вы. У меня был друг хороший, и он любил одну девушку. Но она мне, настолько у нее был характер какой-то такой странный, что я ему говорил, зачем она тебе нужна? Ну, ты же видишь, какая она кипяченая. А он говорит, ничего, Господь усмотрит, это насчет того, если от Господа. Но он вел себя чинно, он вел себя очень уважительно. Она ко мне приходит и говорит, Петр, скажи ему, чтобы он больше не приходил, не выйду я за него замуж. Я ему рассказываю. Он говорит, ничего, Господь усмотрит. Но он вел себя предельно уважительно. Он разговаривал. Если он что-то дарил, это он так дарил, что он не ставил ее неудобное положение. Прошло время, она изменилась. Сейчас у них уже дети есть. Я у нее спрашиваю, ты помнишь этот разговор? Помню. Но Господь изменил меня. Я даже, я помню, один человек приехал и говорит ей, она же лежит больная. Он приехал, муж где-то там на совете, на какой-то встрече. И он говорит, как это твой муж позволил себе, что ты больная дома, а он где-то на заседании? Она говорит, ты моего мужа не трогай. Он говорит, так что ты, он что-то, я святой? Он говорит, да, он у меня святой. Он мне рассказывал, она отчокнулась. Она думает, что ее муж святой. Я говорю, что ты переживаешь? Ты попробуй свою жену убедить, что ты святой. Да. Поэтому мой ответ, если вы действительно ухаживаете за девушкой, она говорит, прекратите, прекратите. Найдите другую форму, уважительную, чтобы ей не было стыдно, пройдет время. Если это от Бога, Господь поменяет ее сердце, не поменяет, ничего страшного. Будет другая девушка, будут другие отношения, но ведите себя очень уважительно. Молодые люди, ума не хватает, как себя вести. Я думаю, почему она так реагирует? Потому что глупо себя ведешь. Вот и все. Здесь в этом вопросе я еще одну проблему вижу. В этом вопросе этот вопрос так звучит. Шесть лет. Шесть лет. Я с нею, я ухаживаю, и у меня возникает ощущение, почему? И, наверное, это еще одна эпидемия, которая в нашей молодежи. Эпидемия в том, что молодежь начинает воспринимать дружбу, отношения с друг с другом не для брака. Не с целью брака. С целью хорошего времяпровождения. С целью, потому что другие скажут, почему у тебя бойфренда нету, герлфренд нету. Становится ненормально, когда у тебя нету с кем-то дружбы. И тогда это идет пять лет, тогда это идет шесть лет. И когда нету цели брака, оно к этому приходит. Мы время проводили вместе, хорошо, нам было приятно, но мы же и не собирались, и не думали. И эта девушка, может быть, так и представляла себе. Это ненормально, когда вы вступаете в какие-то отношения, какую-то дружбу, и у вас нету цели. У вас нету этой цели брака, который впереди. Это единственное условие, когда вы можете делать этот шаг навстречу друг другу, когда брак стоит впереди. Сегодня это эпидемия. Я вижу в молодежи, это большая проблема вот с этой дружбой. Разрешите, чуть-чуть добавлю. Я коротко ответил, и я поясню. Приходится работать очень много с семьями. И с семьями, которые разваливаются, заканчиваются разводами. В частности, вот семья, с которой пришлось работать долго, и они все-таки развалились. Вот так, как брат говорит, вот такая была ситуация. И все-таки он продолжал, брат Петр, на свою голову. И даже молились, ставили условия перед Богом. И Бог ответил им, не твое, не трогай. И я просил, не лезьте туда. Нет. Все-таки настояли, все-таки подарки перебороли. Женились. Трое детей уже. Семья развалилась. Несчастные дети, несчастная жена, несчастный муж, несчастные родители, несчастные все. Чем это закончится в духовном плане? То ли погибелью там чьей-то, я не знаю. Но ситуация серьезная. Поэтому я говорю, дорогие мои, если вы молитесь и видите, что Бог явно отвечает, нет, прекратите эти действия. Молитесь, Бог вам укажет ваше, чтобы вы не попортили себе и своим несчастным детям. Хорошо. Следующий вопрос к вам. Один из пасторов говорил о лицемерии. Он сказал о том, что родители могут как бы передать это лицемерие и своим детям той жизнью, в которой они плохо живут. Как мне помочь моим родителям? Хороший вопрос. Вот Виля наговорил, отвечая теперь. Мне кажется, такой души по печенью ты еще не имел, чтобы сын помог родителям или дочке. Ну, мне кажется, Игорь, ты как раз людей отсылаешь решать проблему к отцам, да? Между прочим, я по своим родителям заметил, что они намного открытие, если я с ними открыт. И они намного легче воспринимают от меня что-то. если я не прихожу к ним свысока и с обличением чего-то, если я прихожу и говорю, пап, ну расскажи мне про свою жизнь. Мы же говорили о лицемерии, почему человек скрывает что-то внутри. ведь там может быть не только грех, там может быть страшное разочарование. То есть, есть грех другого человека против тебя, есть отчаяние какое-то, и человек в этом пребывает. И когда ты приходишь и говоришь, пап, расскажи про свою жизнь, и он начинает рассказывать, и вдруг он начинает плакать, и вдруг он открывает свое сердце. То же самое мама. Мама, расскажи, как ты жила, поподробнее, пожалуйста, а как это было, как это. И вот такой доверительный разговор с папой и с мамой их вдруг открывают. Ты с ними еще если вместе помолишься и серьезно отнесешься к этому, это может стать путем исцеления для всей семьи. И мы иногда посылаем детей идти к родителям. Если они это делают аккуратно и правильно делают, они могут помочь своим родителям. Хорошо. Следующий вопрос, я думаю, вы знаете на него ответ. Какую версию Библии я должен читать? Не могу понимать русский синодальный или King James. Как насчет остальных версий ESV, NAV и прочие? Правильная Библия это русская синодального издания прописана в нашем уставе союза, да? В черном переплете. Ну, русская синодальная это, наверное, для вас здесь сидящих. Мы отвечаем на вопросы молодежи. Нет, нет, я понимаю. Библию надо читать ту, которую вы понимаете. То есть, если это китайский язык, я вам ближе всего к вам читать, типа китайский. Какой перевод английский вы предпочитаете, советуете? Ну, это то, что New International Bible. Нормально. Но дело в том, что, смотрите, все зависит от того, какая ваша цель для чтения. Есть легкие для чтения Библии, которые просто, чтобы передать цель, посмотрите, если вы хотите богословие изучать, посмотрите, New International Bible не нормально. Читайте русскую, читайте украинскую. Я считаю, что считать нужно ту Библию, которая вам понятна на данный момент. Ну, версии. Новая интернациональная вполне достаточно. Я добавлю, мы как-то с молодежью проводили тему специально о переводах Библии, и я рассматривал. Вообще, действительно, Петр правильно сказал, что каждый перевод Библии, он имел свою цель. Если посмотреть вот так на шкалу переводов, с одной стороны стоят не переводы, а буквально то, что называется пересказом, свободный пересказ, с другой стороны стоит буквальный, слово в слово. И у этой крайности есть проблема, потому что там, где пересказ, там это уже небогодухновенное писание, это что-то вроде нашей детской Библии, а там, где слово-слово, там уже трудно читать, потому что есть подстрочники, вот то, что слово-слово переводится. И поэтому, когда вы хотите выбирать, как перевод вам пользоваться, выбирайте ближе к тому, что буквально. И туда, ближе, где буквально, это New American Standard Bible, это ESV, они хорошо читаемые, и в то же время, они более точные, их мы можем определять, как действительно слово Божие, а не просто пересказ. Я вот с Нового года вот этой Библией пользуюсь, это параллельный New American Standard Bible и русский перевод. Раньше было King James русский, теперь есть этот перевод. Советую вам взять вот именно такой вариант, чтобы там был и русский, и New American Standard Bible, и когда не понимаете тот или другой, вы можете сравнивать. Еще одна добавочка. Вы не упустите свою возможность, если вы знаете украинский, русский. Постарайтесь, если вы можете читать в нескольких переводах. Почему? На оригинале вы не можете читать, это еврейский, греческий. Но, однако, каждый язык имеет свои преимущества. И каждый язык имеет свои ограничения. Поэтому, когда кто-то вам скажет, вот у вас так неправильно переведено, вот в английском так, в русском так. Потому что то, что есть на английском, можно сказать, нельзя сказать по-русски. И то, что можно сказать точнее по-русски, оно по-английски не будет звучать. Приведу вот пример. Есть такое выражение. It is raining cats and dogs. Как его надо перевести на русский язык? Идет дождь, коты и собаки. Но если вы переведете на русский язык, там будет переведено, скажем, будет написано, льет как из ведра по-русски. Но котов и собак они пропустили. Правильно, потому что это устойчивое выражение в английском языке, которое значит льет как из ведра. Точно так же, когда с греческо-еврейского переводят на другой язык, в этом языке нету языковой формы, чтобы сказать точно. В этом переводчик берет ближайшее. Иногда ущерб смыслу, но у него выхода другого нет, потому что на этом языке так не говорят. Вот почему надо брать несколько переводов. Когда вы видите, что между ними разночтение, постарайтесь уточнить через комментарии, через другие средства, почему это разночтение. И вы увидите, и от этого будет очень много пользы. Старайтесь считать нескольких переводов, если вы это можете. Братья, давайте мы до 8 часов постараемся и закончить, потому что быстро будем отвечать. Хорошо? Уже видно уже время. Давайте, тогда начнем с вас. Попробуйте быстро ответить. Павел готов был не есть мясо, если это соблазн для другого. Где эта грань? Может, кого-то гитара соблазняет? Да, да. Поро сказать. Ну, чтобы коротко сказать, надо много подумать. Ну, принцип, который там есть, я верю в него. Если ты любишь, на самом деле Божьей любовью, то, что Павел говорит, ты отказываешься от того, что удобно тебе. Он сказал, я мясо не буду есть ради ближнего, если он соблазняется, если там на самом деле есть соблазн. Хорошо. Тогда вам вопрос следующий. Это нормально не хотеть поступить в колледж или в университет или иметь карьеру? То есть, нормально этого не иметь, нормально не идти в колледж? Если у вас нет способностей для этого, конечно, не идите. Если у вас есть способности, идите, учитесь. Мы видим в Библии, есть люди очень образованные были люди, это не мешало им иметь крепкую веру в Бога. В то же самое время были люди, которые не имели никакого специального образования. Мы живем в то время, в котором есть возможность получать образование, поэтому лично я считаю, что если есть такая возможность, пользуйтесь. Россия. Хорошо, следующий вопрос. Это неправильно, что я хочу попасть на небо из-за красоты и отсутствия страданий? Ну, есть много причин, мы в прошлый раз вчера говорили об этом. Если это первая самая ваша причина, конечно, это неправильно. Самая первая причина у нас должна быть, потому что мы любим Господа, и мы стремимся к Нему. И возрожденный человек, он получает эту способность, это чувство любви к Богу, и он стремится туда именно по этой причине. Если вы по этой причине, что там просто красиво, не будет страданий, скорее всего, вы туда не попадете, хоть вы и по этой причине и хотите там быть, потому что нет у вас вот этой живой связи с Богом. Хорошо, вам тогда следующий вопрос. Когда человек находится в грехе, даже в малом, может ли он участвовать в служении, как пение в хоре или в проповеди? Или может вообще в любом служении? Вопрос немножко расплывший, о каком грехе речь идет. Надо уточнять. Если он просто вчера колбасы объелся на ночь, ну сильно вкусно было. Ну тогда в хоре нельзя. И согрешивайся, да? Ну как-то можно спеть еще, да? А если человек действительно в грехе, в сознательном, кто сегодня на беседе был, мы говорили об этом, в сознательном грехе живет, то написано, правым прилично славить Господа. Когда сердце у тебя правильно пред Господом, тогда нужно совершать служение. Мы продержимся в церквях такого понятия, чтобы в служении церковным участвовали люди, которые находятся в мире с Господом, желательно члены церкви, которые несут ответственность за свой труд. И неправильно человек, который вчера только по улицам ходил, там обкуренным, пьяным видели, сегодня ему перемкнуло, утром все, начинаю новую жизнь. И сразу он хор, закафедру, везде. It doesn't work that way. Поэтому должно быть какое-то время для покаяния, для исправления жизни и потом служения. Следующий вопрос вам. Могу я доверять пасторам мои секреты? Микрофон дайте, пожалуйста. Ну, и можно спросить, верит ли пастор в тайну исповеди или нет. У нас, когда приезжают к нам на консультацию, каждый человек подписывает бумагу определенную. И там три или четыре вещи, которые мы по закону не имеем права скрывать. Это если ты кого-то убил, изнасиловал, ты завтра хочешь Белый дом взорвать или что-то подобное. Нам дается, не знаю, по-моему, 24 или 36 часов, и мы вас должны сдать. И я... Ко мне приехал человек и говорит, слушай, говорит, а если это самое, мне в тюрьму придется идти от того, что я... Я говорю, значит, пойдешь в тюрьму, но я с тобою не пойду в тюрьму. За твои грехи против государства я в тюрьму не пойду. А все остальное у нас хранится тайной исповеди. Вы можете пастора спросить. У нас... Яков Левин нас научил так. Никому не передавать ничего, что вам исповедуют люди. Хорошо. Следующий вопрос, брат Петр. У меня есть друзья, которые отвернулись от меня и чувствуют, а потому что это из-за того, что я что-то сделал. Как я могу попросить у них прощения, чтобы... Как я могу у них попросить прощения? Так могу или не могу? Как я могу попросить у них прощения, чтобы их снова как бы не огорчить? Каким образом это можно сделать? Очень просто. Вы знаете, сколько их? По именам позовите. Если это группа друзей, придите сказать. Я сделал... Не говорите так. Если я вас чем обидел, вы назовите. Я обманул, я вас предал, я пустил сплетню. Простите меня, пожалуйста. Я постараюсь сделать все, что вы мне в дальнейшем могли рассчитывать. Даже если они и не отреагируют от начала. Писание говорит, поступайте с ближними так, как бы вы хотели, чтобы они поступали с вами. Просто открыто сказать, назвать своими именами. Как правило, это работает. Вот и все. Еще один вопрос, брат Игорь. Должна ли я сказать моему будущему мужу, что я целовала многих парней? Я покаялась перед Богом и имею уверенность, что он простил меня? Если ты не скажешь те, с которыми ты целовалась, они потом скажут твоему мужу сто процентов. И это обрастет гораздо худшим. Обязано сказать. Вот и все. Я стал стоять на этой позиции. Обязано. Все свои дружбы, все свои дела, вот эти негодные, открывайте друг перед другом. Вилли об этом много говорил. Это лучший вариант. Ребята, мудрость нужна. Не надо по именам перечислять. Не нужны подробности. Нужна от Бога мудрость. Как это сказать? Потому уже как вы рассказываете сколько их было? Он сделает вывод, ну количество их я могу простить, но то, что она такая глупая, я не смогу с ней жить. Так что нужна мудрость во всем. Мы не советуем, что касается аморальности исповедоваться друг перед другом без третьего лица. Почему бывает, что кто-то не может простить это? Это нельзя оставлять. Поэтому мы просим все, что касается аморальности. Имейте третьего душепопечителя, который поможет вам здесь же разрешить этот вопрос. Не просто вылил всю свою грязь на свою девушку, которую ты любишь, и она закрыла свое сердце раз и на всю жизнь. Не делайте такого, это очень опасно. Хорошо, тогда вам вопрос. Когда вы женаты и у вас появляются дети, должна ли жена оставить свою карьеру и оставаться дома, чтобы расти детей? Я думаю, что это за лучшие. Если есть такая возможность, это за лучшие. Вообще Бог сотворил разными мужчину и женщину. Мужчина является с точки зрения Библии добытчиком, жена является хранительницей очага, поэтому если некому хранить, можете себе представить, что потом в доме ничего не найдете. Поэтому за лучшие. Я считаю, что современная культура нарушает основной принцип семьи. То есть она забрала жену из семьи и на сегодняшний день наших детей воспитывает все, кто угодно, кроме тех, кто должны воспитывать. Не церковь должна воспитывать, не школа должна воспитывать детей, должны воспитывать родители, в первую очередь мать. Другое еще добавлю. Молодежь, когда вы женитесь, деток рождайте. Сегодня проблема пошла, поженились, ей учиться надо, она выучилась, ей работать надо, ей карьеру надо делать. Дети когда-нибудь потом, если будет потом, то неизвестно, будет ли потом. И в этом смысл семьи, если вы поженились, чтобы у вас были дети, чтобы вы могли создавать эту семью. Поэтому не делайте так, чтобы карьера, учеба или еще что-то препятствовало вот этому основному счастью семейной жизни вас. Хорошо, раз мы заговорили о по деньгам. Что значит десятина в контексте Ветхого Новозавета? Это 10% или больше? По финансам я думаю, что Ивану наверное нужно было. Я так понимаю, что десятина по закону это 10%, которое нужно отдавать, но естественно благодать она всегда выше и когда мы смотрим сколько Бог нам дал, если бы Бог нам дал 10% спасения, если Бог нам дал 10% сына своего, 10% благодати, то мы бы никогда не получили то, что мы имеем сегодня. И поэтому в ответ на то, что Господь нам дал именно финансовое пожертвование, оно естественно должно быть добровольным, но не должно быть меньше, чем то, что требовалось в Ветхом Завете. В нашей церкви я несу служение в качестве проверки духовного роста я предложил начать с закона с десятины, чтобы платили десятину, но духовно расти. на следующий год 11%, на следующий год 12% и так далее. Один брат выкрикнул средово, давай на следующий год 15%, я говорю, не, не, обычно те, кто большие, берет слишком уровни, потом сорвется. Давай, говорю, вот так вот, по одному проценту в год наращивайте, это будет видно, вот твой духовный, наш духовный рост. Ну, посмотрим, может быть, получится. Вы какой, первый год или второй уже? Смерть остановит. Смерть остановит. Следующий вопрос к вам. Является ли грехом короткие юбки в церкви или в любом месте и также косметика? Это не так же. Я пытался русское слово подобрать к мейкапу. Да, почти глубокие богословские вопросы. Вы знаете, я не любитель на эти темы разговаривать вообще-то. Потому и задал. отнимают время. Но скажу, допустим, косметика в цивилизованном мире вообще-то рассчитана на то, чтобы скрыть свои недостатки. Скажем, прыщик выскочил или шрам какой-то на лице или что-то еще нужно прикрыть это. И я вам скажу, что люди более светского благородного общества, они используют косметику так, как они отправили, чтобы это было незаметно. Прикрыть свои недостатки и подчеркнуть свою красоту так, чтобы этого не было заметно, что вы сделали это искусственно. Вот в этом искусство косметики. К сожалению, многие славяне, особенно более старшего поколения, этого искусства не знают, поэтому всегда подаются до помады какой-нибудь. Знаете, да? Это неприлично. Ну и короткие юбки, я тоже так думаю, что все то, что вызывает у парня какие-то мысли, кроме святых, вы служите с областом. И Слов Божий, что такому человеку лучше одеть мельничный жернал на шею и в этой короткой юбке прыгнуть в пучину морскую. На самом деле, молодежь, Библия же нам не говорит, какой длины должна быть юбка, правда? Вообще Библия не говорит ни о брюках, ни о юбках, она не использует эти слова и фразы. Библия употребляет слова целомудренно, Библия употребляет слово благочестиво. И проблема в том, что вот у тех, кто одевает эти короткие юбки, я почти на сто процентов уверен, они никогда не смогут объяснить, что такое целомудрие, что такое благочестие, что такое приличность. У них совершенно извращенное понятие где-то. И они считают это нормально. И это проблема. Это проблема духовная, которая выражается вот так вот внешне. И сегодня из вас здесь есть те, которые ставят это на первое место. Мы сегодня, я на семинаре говорил о проблеме нарциссизма, влюбленность в себя, и вы хотите показать себя, вы хотите, чтобы на вас смотрели, на вас обращали внимание. Это духовная проблема. Это проблема внутри сердца вашего, и она выходит вот так наружу. Хорошо. Следующий вопрос. Вопрос, судя по всему, серьезный, но немножко интересно написан. Я постараюсь его перевести, надеюсь, переведу точный смысл. Значит, одна девушка молилась о будущем муже, и она просила Господа, чтобы он послал ей вот такого человека, который скажет, что он любит ее, и это будет означать, что они предназначены друг для друга. Значит, дальше многоточие. И вот этот человек сказал ей, что он любит ее, и, значит, она посчитала, что получила ответ от Бога. Они были вместе некоторое время, когда он поменялся в хорошую сторону. Но после этого он вернулся к своей старой жизни и нашел девушку в мире. Что теперь вот она должна думать, как вот с этим ответом, и куда его вообще этот ответ пристегнуть? Мы договорились, чтобы короткие вопросы читать. Короткий ответ. Пожалуйста. Но я вот в такое все не верю. Он подойдет, он скажет, я ее увижу где-то, утром встану, там, сон увижу. Для меня это все глупость полная. Господь Бог, Он Бог разума. Вот. И прежде всего, прежде всего, Он открывается нам через разум. разум. Единственное место, где прямо написано, как познавать волю Божию. Написано, не сообразуйтесь веком всем, но преобразуйтесь обновлением чего? ума вашего, чтобы познавать, что есть воля Божия, благая вас совершенная, и так далее, и так далее. Бог открывается нам через наш разум. Самое первое. Потом можно еще говорить много, как Он открывается. Поэтому молитва это, извините меня, для меня несерьезная. Так нельзя молиться. Для меня это несерьезная молитва. Поэтому пусть парень идет, это не от Бога было для меня лично, я так понимаю. Вот. И молитесь более серьезно. Хорошо. Следующий вопрос тогда у нас такой. Как вы думаете, должны ли верующие вступать в дискуссии о Боге, эволюции в колледжах во время класса, и особенно, когда учителя неверующие? Это вам. Да? Да, кстати, дополнение к этому ответу. Если уж просите у Бога ответ, это просите разумно, практично, как слуга Авраама. Он сказал, когда он смотрел не тогда, когда она на каблуках, и не тогда, когда она на празднике. Он смотрел тогда, когда она на работе. И когда она подойдет и скажет, я тебя напою и верблюдов твоих. Знаете, сколько верблюд пьет? Всех верблюдов. У него конкретный перед Господом был, что она вежлива ко мне, и она еще предъявит. То есть, это характер ее. Это не просто было. Если она скажет, здрасте, она может случайно сказать. Он конкретно и прямо поставил вопрос. Если спросите, чтобы Бог открыл характер, а насчет ответа, насчет спорить или не спорить, Писание говорит так. Господа Бога светите в сердцах ваших. Это первое. Отводите Господу Богу в сердце особое место. Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте готовы всякому требующему вас отчета в вашем бывании дать ответ с кротостью и благоговением. Будет ситуация, не спорьте. Скажите кроткое и благоговение перед Богом. Я верю. Так и так. Спросят за Библию. Я Библию. Это святая книга. Слово Божие. Скажите, во что вы верите. Скажите это спокойно, уважительно с благоговением перед Богом и отойдите. Господь сделает свою работу. Я в своей молодости наспорил, наспорился, никакого толку с этого нет. Будьте готовы дать ответ скруту, все благоговение, все, отойдите в сторону. Вы не устали, молодежь? Устали. Мне кажется, уже устали. Не притворяйтесь те, кто говорят. Ну давайте, уже 8 часов. Давайте это последний вопрос будет. Согласны. кто согласен? Молодцы за меня. Спасибо. Последний вопрос. Ну давайте тогда вот этот вопрос последний будет. Как нам относятся заповеди закона чистоте и нечистоте? Если на меня кто-то плюнул, являюсь я нечистым до вечера. Как нам относиться к таким законам? Спасибо. 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 Я жду пока они насмеются вдоволь. Я же говорил глупые вопросы не посылать. Ну что вы. В космосе это не короткий ответ. Просто-напросто так если сказать. Это ответ не короткий, потому что надо смотреть, что из закона правильно, как ты говоришь, что мы сегодня исполняем, как это имеет моральное отношение на сегодня, что-то из закона или не имеет. Ну вот такая простая вещь, которую я обратил внимание, вот в законе Моисеевом в последний раз читал, когда человек обидит человека в чем-то, да, и пришли они предсвященника. И этот человек, который обидел, который обидел, он должен принести жертву за грех, он должен исповедоваться, то есть признаться, что он согрешил против брата. Но вы знаете, на этом дело не останавливается. Он должен возвратить тому человеку ущерб и добавить четвертую, да, там часть? Пятую часть. 20 процентов. Да, он должен добавить. И вы знаете, я стал размышлять, интересно, у нас это игнорируется. Если я согрешил против брата, обычно у нас в нашей сейчас практике такое, что, ну, особенно если до пресс-фитера дошло дело, он говорит, да, я виноват, прости брат туда-сюда. И пресс-фитер начинает просить того человека, который остался в ущербе, ну, ты прости ему. А там так не было. Ты не считаешься прощенным, пока не восстановишь ущерб. И я так стал думать, это интересный очень момент, это закона. Но вы знаете, это везде работает в государственной системе, да, ты нанес ущерб кому-то, восстановишь через жаншуринцы и так далее, вот, и разные вещи. А как в церкви, как в среди верующих людей, то есть есть вопрос, который мы должны посмотреть в закон, как правильно, и применить это в жизни сегодня. Моральная сторона этого. Конечно, то, что связано с богослужением, практикой богослужения, я думаю, многие вещи, они, ну, скажем таки словом, отошли, потому что прямо написано, Христос, Он заменил, то есть написано в послании к евреям, отменяет первое и постановляет там, второе, правильно будет слово, я забыл, ну, одним словом, следующее, во Христе то, поэтому многие законы Ветхого Завета связаны с указанием на Христа, они исполнились жертвой Христа, и они теперь у нас, конечно, отменены, вот, ну, но если на вас плюнули, я думаю, по Новому Завету на Христа плевали, правда? И написано, не злословил взаимно. Как смотря за что на вас плюнули, вы подумайте, может, вам надо прощения у него попросить, если это неверующий человек, тем более, почему вы оказались в такой ситуации, что вдруг на вас плюнули, может быть, вы что-то неправильно делаете? Еще вопросы или все? Все, я думаю, достаточно на сегодня, ну, братьев мы сердечно благодарим за ваш труд, братьев, за служение. Часть из них, кто у вас сегодня уедет, больше с нами не будет? Петр, ты, да? Ты уезжаешь или на завтра остаешься? Уезжаешь. Брат Александр, ты уезжаешь, да? Утром, ну, на собрания не будете, в смысле, брат Иван, вы уезжаете тоже, да? Завтра не будете. Но я хотел бы сердечно поблагодарить братьев, что вот они приехали на нашу конференцию, были с нами, теперь будут уезжать от нас, слава Богу, за это. Спасибо вам за вопросы. Я сказал, это очень интересная часть, просто я чувствую, что до бесконечности нельзя делать, и кто-то должен просто, ну, вот как я в данном случае, сказать, что хватит, и все равно там есть вопросы, еще они повторяются из конференции в конференции, вот, многие получат на них ответы, и, в принципе, сами читая описания, получите на них ответы. А в заключении, вот, с сегодняшнего дня конференции, я не говорю конференции, я еще раз хочу напомнить, завтра в 11 часов служения, начало. Не сделайте, как некоторые из вас сделали сегодня, а не было в 10 часов многих людей, вы еще где-то были. Не сделайте так завтра, воскресный день, особенный день, богослужения, как минимум, или как максимум, тут скажите, без 10 прийди сюда, чтобы сесть на свое место, без 10, чтобы сесть на свое место. Это касается тех, кто придет на молодежную конференцию, поэтому, учитесь, воспитывайте себя в этом, это неправильно, это некрасиво, вообще, это, 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 в глазах вот немца Вилли, и меня тоже, это вообще настолько вот, прийти не вовремя, это, Вилли, да, как трудно нам с тобой, бедным, это вообще, мы мучаемся в душе нашей праведной, как они, как они это опаздывать позволяют себе, я вообще не представляю это, ужас один. Сейчас хочу помолиться за вас, на ваш вечер, хочу, чтобы он был хорошим вечером, вы христиане, и там, где вы пойдете, сестры, играть на своих каблуках, на шпильках, футбол и волейбол, идите так, это интересно будет, вот, там дырки такие в траве будут, кстати, когда дырки делают, моха потом не будет расти, вот, но одним словом, пусть это будет хорошее общение, пусть это будет не общение, когда вы там, каким-то глупостями занимаетесь, и нечистотой какой-нибудь, пусть не искусит вас сатана, чтобы похитить, сколько благочестивых мыслей вы сегодня получили для себя, пусть это хорошей игрой будет, физическим таким, вот, целый день вы сидели, действительно побегаете, попрыгаете, там, вот, мечом побьете друг друга, и тоже хорошо будет, одним словом, вот так вот, чтобы это хорошее время было, вашего отдыха, вы молодые, вам надо прыгать, веселиться, бегать, а нам на покой, на отдых, и так, в заключение давайте этого дня встанем, и мы совершим молитву, благословенный во веки Господь, мы благодарим Тебя, вот такой насыщенный день был, столько мы выслушали мыслей, проповедей, семинаров, я еще раз благодарю Тебя, Господи, мы соприкасаемся с небесным, мы соприкасаемся с царством Твоим, мы соприкасаемся с мечтами нашими, которые в вечность аж идут, мы соприкасаемся с решениями, которые нам нужно сегодня принимать, подобно тому молодому человеку, Господи, и я хочу, чтобы вот это вдохновение от Духа Твоего Святого, и Слова Твоего, которое шло эти дни, оно осталось в нас, вот это увлечение небом, увлечение святым, увлечение Твоим, божественным, вот то земное просто стало, чтобы для нас действительно грязью, чем-то мерзким, что нам наносит беду, и мы просто и совесть нас мучает, когда мы даже думаем об этом, Господи, благословит молодежь, когда слушали эти мысли, именно вот этот духовный рост, чтобы произошел, пусть Твоя благодать будет с нами, вот в остатке того вечера, когда молодежь отдыхать будет, Господи, и если кто-то имеет какие-то беззаконные мысли, да удержит и да сохранит этого, Господи, пусть это будет чистое, святое, христианское общение, и даже там, когда они будут отдыхать и спортом заниматься, благослови их также вот и вовремя, по домам приехать, отдохнуть, чтобы завтра хороший день был, приготовиться к воскресному дню, к прославлению Тебя, и также к тому, чтобы слушать Слово Твое. Слава Тебе, нашему Господу, за все, во имя Иисуса Христа, молюсь. Аминь. Одно, что вы не сделали, аминь.